А у нас сегодня утром в студии директор конно-спортивного клуба Сергеев Посад Елена Бабызакова. Елена, доброе утро. Доброе утро. Как там Мавр? Ну, у Мавра всё хорошо. Он кушает, гуляет, хорошо проводит время, ждёт свою владельцу. Как часто вообще посещает его владелица? Ну, Елена бывает каждый день. Елена – это владелец, который, по счастью, живёт недалеко от конно-спортивного клуба и имеет возможность посещать люди, живущие в Москве. Такой возможности не имеют. Бывает там раз в неделю. Она у нас каждый день. Елена, как вообще часто происходит история, что человек приобретает по каким-то причинам себе коня, лошадь и отдаёт его в конно-спортивные клубы? Ну, вообще поводом для приобретения лошади вот у всех разные обстоятельства. Вот в случае как раз с Мавром владельцы его спасали. То есть он стоял на конюшне. Ну, я не была тому свидетелем, но, по словам, достаточно плохо содержался, плохо себя чувствовал. Ну и кроме того, он имеет такой достаточно норовистый характер. Владельцы приняли решение, что они будут им заниматься и, в общем-то, очень достойно несут свою ношу. Елена, а как вообще хозяевам правильно ухаживать за своим конём, если он где-то на постой стоит? Ну, в конно-спортивном клубе это очень просто. В конно-спортивном клубе предоставляется полный пансион, то есть лошадь кормится, обслуживается, убирается в денник у неё. Денник – это место, где лошадь живёт. Подстилка меняется, лошадь может гулять, лошадь может кушать, и, в общем-то, она может без своих владельцев достаточно комфортно существовать. Но всё равно, когда владельцы приезжают, лошадь очень радуется, они все своих владельцев знают, они все уже издалека гугучат, то есть только человек появляется в конюшне, его человек, да, уже издалека он подаёт признаки, что я рад тебя видеть. То есть я правильно понимаю, даже если я не каждый день контактирую со своим конём, то всё равно какая-то такая связь существует? Да, да, связь, конечно, существует. Елена, а вот на вашей памяти как часто вообще садятся люди уже в таком почтительном возрасте первый раз в седло? Ну, вообще сейчас это достаточно доступно, и сейчас есть люди достаточно возрастные, которые начинают ездить верхом. Кроме того, человек, который ездит верхом, он имеет хорошую физическую форму. То есть это нагрузка на мышцы, это и кардио, это и спорт на свежем воздухе. Поэтому, в общем-то, это хорошее увлечение, хороший спорт для людей любого возраста. А тяжело вообще начать? Что надо, чтобы сесть на лошадь? Ну, вообще нужно иметь желание. Должно быть огромное желание, потому что в период тренировок сталкиваются и дети, и взрослые с определёнными сложностями. То есть лошадь – это такое большое животное, оно весит около 500-600 кг. И поэтому сначала человеку всё непривычно. Даже разговаривают они очень громко. То есть когда лошади перекликаются, это такое вроде бы ржание, но оно громкое, и много людей, которые первый раз слышат, прямо даже на 2-3 метра от лошади отбегают. Потом тренера объясняют, что это их способ общения. Люди адаптируются, и адаптируются в любом действии с лошадью. Как повезти, как поседлать, как почистить. Елена, бывают такие хозяева, которые сами не сидят в седле, но имеют либо лошадь, либо коня, либо просто приезжают к чужим покормить, пообщаться? То есть я сам не катаюсь, но лошадей люблю. Бывают такие случаи? Да, конечно, бывают. Вообще есть даже родители, которые водили детей. Дети прекращают в какой-то момент тренироваться, а родители продолжают ездить на конюшню, потому что еще конюшня – это такой отдельный мир внутри города. Это островок живой природы. В общем-то, немножко такая тишина, покой. У нас очень красивая территория. И на территории можно прямо от души отдохнуть. Кроме того, лошади очень красивые. Они очень грациозные, за ними можно очень долго наблюдать. То есть это любовь такая с первого взгляда? Да, да, да. И все-таки конный спорт – это не просто сел-поехал. Тут должна быть подготовка, что должно быть у спортсмена? Или даже у любителей? Вообще мы готовим плавно. То есть человек адаптирует сначала к общению с лошадью, потом он начинает ездить шагом, потом рысью, галопом. Поэтому в нагрузку вводится человек постепенно, и ребенок, и взрослый. Детишки начинают с пони. У нас есть пони. Такой маленький конь. Да, у нас есть мини-пони, который совсем для малышей, чтобы покормить, погладить. Вот она прямо такая маленькая. Вот Фиона зовут. Есть пони побольше, но в любом случае мы подбираем лошадку под ребенка, чтобы он с ней справлялся. И также лошадь подбирается под взрослого всадника, чтобы комфортно было. То есть не каждая лошадь, каждый мучок подходит. Елена, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. А у нас в гостях была директор конно-спортивного клуба Сергеев Посад Елена Бабузакова.